Повисла пауза, Дима ничего не хочет говорить Всем добрый вечер С вами Домитрий Анисимов, Никита Петров Комментирует матч Администрации Шахматного Феникса Против участников этой группы И Вторая партия, в первой партии Олег победил Сейчас разыгран принятый Ферзевый гамбит и очень странный ход Версце 2 Когда я говорю очень странный ход, я обычно Дико слабый Ферзевый гамбит и не уместен В данном варианте Где угодно лучше стоит Понятно, что у белого села не хуже, но это не борьба за перерез Ну, а дебюты на Арика, может быть, он подготовился Он знает, что Олег всегда это играет Почему тут нельзя было сыграть конь С6 ДС, слон С5, слон Е6 Не страшно, я думаю Просто можно взять А, можно слон С6 Да, конечно В общем, да Тогда, в этом случае, а почему будет С6 не сыграть Что тут Олег подарил Скажем так, ну, темп точно подарил на этом Тут, я не знаю, тут после 2 0, у него уже могут получаться проблемы с тем, что Чуть-чуть отстал в развитии На с Ланеси? На с Ланеси, 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 Ланеси А, и конь там Ну, и да, и какая-то проблема какие-то начинается Может, слон Д6 сыграть по этому? Почему я слон Е7, ладья Д1, ФСБ6? Да можно, но... Да, там слон на С8 какой-то Какие вот... Там слон Б5 шаг будет, да Да, не успели черные Не, ну, по-прежнему, мне кажется, неплохо, надо вот так играть На Ланеси Д1 просто, видимо, 2 0 Вот он Ферзи Ферзи на Е7 прятать И 12 Е7 И 12 Е7 Ну, там уже сыграно по-другому Сыграно слон Е7, ладья Д1, Ферзи С7 О, боже Слон Б5 И... Что происходит? Или это была такая жертва, я не понимаю Очень странная жертва Конечно, 2 слона, но тут просто слон на Е7-то выбивается Взяли, взяли Да, кстати, покажем, что конем было брать невыгодно, потому что тут АБ Поэтому пришлось брать слоном, и Ферзи С6, и вот такая позиция Ну, плохая позиция у черных, просто пешки не хватает Понятно, что разноцвет будет, но фигур много И... В белых большие шансы на победу Не, ну тут все играть и играть все-таки Не, ну понятно, я говорю с точки зрения объективной оценки позиции А не результаты этой партии Партия может закончиться как угодно, это понятно Ну да, особенно в первой партии Бел даже болеватку очень много По карте он все гранатно делает, а Олег безграмотно Вот что было с ладью с H8 не вытащить? Быстро Было, конечно, на ладью аж на D8 играть Или ладья аж на C8 Не, ну вообще все действительно ужасно Потому что конь на C4 идет Ладья на C8 застряла Не, ну а как, может, ладью-то не вытащить? А может, теперь надо играть H5 H4 H5 H5 И вот тут аж 5 концы 4 Все, привет У нас уже не доживут, надо хоть мат не получить Я не вижу, как не получить мат после концы 4 А еще и вилки всякие идут Не, ну ужасно все Король D7 E4 Коль D6 на E4 надежно Иначе коль на D6 придет Ладья Б8, что ли, единственный ход какой-то? Ладья Б8, девчонки из солны и ухи из подвилки Это ужасно Ладья Б8, коль D6, шах, куда королем проедешь? Ну все, на H7 отдали без двух Что делать? Ай-яй-яй, Олег же по принятому ферзеру угромитому мастер Да уж, он слой и Семь, конечно, мастерский ход За мгодом, блин, подумал столько времени Можно же было видеть, что D1 идет Мы уже 500 раз успели это обсудить В красках, что будет с черными посылами D1 Это может быть тогда у D1-4? Ну, БЦ Конь D3 Замечательно Там вообще у него ладья C1 Хорошо Достойный план, но там можно просто Я думаю, можно ладья D на B1 под коня пойти Все, оно у белых выиграло Ну, проще ладья D3 и все Это шутка, конечно Ну, ты знаешь, в каждой шутке есть доля горькой истины Я не исключаю, что это сильнейший ход в этой позиции Да Было совершенно печально Что-то надо делать Да Может, ладья C6 это вообще как-то его выглядит Ладья D8 или ладья C6 надо играть, действительно Просто отдавать качество Потом играть король D7 Просто играть позицию без качества и без пешки А, ну сдался, Олег Да, просто сдался Да 1-1 В общем-то Ну, в общем-то Своевременная сдача Ход слон есть Ну Бездарно разыгран дебилд Что скажешь Аж вот этот Cd не туда Совсем не туда Конь C6, на мой взгляд, напрашивалась И сам бьет, да Зачем? Да Ну, A6 нормально И тут надо было, конечно, слон D6 играть Ну, ладья D1 Можно сразу ферзя убрать А C7 И вроде никакой тактики Ну, ферзь E7 плюс там на H2 подвезло Ну, может быть, проще так сыграть просто И за белых ничего нет все равно Даже ферзь E7, потому что с нападением на H2 тоже стало Ну да Не, ну понятно, что у белых тоже неплохо все Ну, и у черных неплохо все довольны Ну, что у черных получу даже Как защищать, H3 или конь H3? Ну, и потом живете, рабочих спокойно Ну, равная позиция, да Равная, конечно В общем, так или иначе, Олег кто не нашел Матч закончен за счетом 1-1 С вами были Виталий Симов, Никита Петров Встретимся в следующих матчах Которых, судя по игре администраторов Будет еще довольно много Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok